Вся поэзия в ушах слушающего. Бывают же открытия. На данный момент этому альбому 35 лет. Я слушаю Цои ещё с начальной школы. Но лишь сейчас мне удалось в полной мере, ну или мне так кажется, понять данный релиз. Вообще это довольно важное видео, к которому мы ещё вернёмся в скором будущем, но всему своё время. Приятного просмотра. Небольшая рекламка и погнали. Рок-группа из Москвы Анатомия Меланхолии. Я бы охарактеризовал то, что делают ребята, так. В меру брутальная музыка. Если вам нравится чистый вокал, он у них есть, причём довольно приятный. Если вам нравится экстрим вокал, он у них тоже есть. Но одеяло что-то одно на себя не перетягивает. Поэтому я и говорю, что в меру. А ещё у них, кстати, есть кавер на Виктора. Относительно недавно они выпустили свежий альбом, продюсером которого выступил сам Максим Самосват из группы «Эпидемия». Релиз называется «Мир морок». Работа затрагивает достаточно вечные темы. Добро, зло, алчность, искренность, жестокость, традиции и прочее. Когда речь идёт о подобных темах, каждый всегда может найти в них что-то своё. Можно сколько угодно описывать музыку, но её надо слушать. Так что все необходимые ссылки для ознакомления в описании. Начну немного издалека. Со временем я пришёл к тому, что мне очень нравится идея концептуальных релизов. Когда автор не только написал крутые песни, собрав их в некий сборник. Но ещё и связал произведения какой-нибудь общей идеей. Никто не заставляет выбирать, можно слушать и то, и другое. Но концепция, помимо тех же треков, предлагает что-то ещё. Это ведь круто. Люди заморачиваются настолько, что их песни начинают работать сразу на нескольких уровнях. Как самостоятельная композиция, как дополнение прочих и так далее. Взять ту же пластинку битлов – оркестр клуба «Одиноких сердец» сержанта Пеппера. По сей день считается одним из самых влиятельных альбомов в истории. Самим Бетлам начало казаться, что они стали заложниками своего же успеха. Поэтому ими было принято решение потихоньку начать раздвигать рамки вокруг себя. Начали с простого, с изменений во внешности. Нечто похожее будет гораздо позже и с Металликой. Суть Металлики в музыке, а не в длине наших волос. Запомните эту цикличность, мы к ней ещё вернёмся. Поэтому Полом Маккартни была придумана идея спроецировать жизнь группы на вымышленную историю некоего оркестра. Это реальный факт. Но есть и конспирология. Якобы Маккартни на самом деле давно погиб, после чего его заменили двойником. Если хотите, как-нибудь расскажу поподробнее. Или один из моих любимых альбомов в русском рэпе – «Марабу» от ATL. Первый трек задаёт развитие в лучших традициях режиссёров, что любят рассказывать истории с конца. Песня называется «Удобрением». Повествует она о потенциальном уничтожении человечества. Когда с небес упадут ракеты, и меня не станет вдруг на этом треке. Но при этом люди – такая же часть круга, как и всё остальное. Мы станем удобрением, дав жизнь чему-то новому. Вот так потихо, крепнее мы растём, всё-таки из людей получился отменный чернозём. Последний трек, особо не вдаваясь в декодинг, называется «Подснежник». «Удобрением. Подснежник». И между ними встречаются рассуждения о том, чем мы и заполняем своё тире на надгробии между двумя датами. Знания. Буквы, связующие звенья с альтернативным измирением. Мотивация, мечта, стремление. «Мне нужна только искра! Мне нужна только искра!» «Любовь». «Захлебнусь под водопадом волос, локонов цвета глубокого космоса!» И далее по списку. Так вот, либо у меня случилась профдеформация, либо с легендарным альбомом Виктора Цоя «Группа Крови» абсолютно та же история. Данная пластинка является самой явной чертой, разделившей историю группы кино на до и после. И в плане культовости, и в плане звучания, и в плане настроения песен. Первые работы Виктора довольно непритязательны. Ему было всего лишь 20, и песни звучали соответствующе. Но «Группа Крови» закрепила некий героизм, присущий многим песням Цоя. «Вставай рядом со мной!» Что ни трек, то хит. И я правда не знаю, случайно ли так вышло, или Виктор всё замечательно продумал. Тем не менее, каждое произведение работает самостоятельно, и ещё является частью общей истории. Вернее, становления. Обо всём по порядку. Одноимённая работа «Группа Крови» Само великолепие. Наверное, мой личный топ-2. Разрываюсь между ней и спокойной ночью, в зависимости от настроения. Здесь, хочешь не хочешь, появляются ассоциации с боевыми действиями. Сапоги, курок. Лирический герой находится в безопасности, и ему снятся мирные деньки. Но в любой момент всё может измениться. Порядковый номер, группа Крови, желание элементарно выжить. Не остаться в этой траве. Тогда, кстати, многие критиковали Виктора за невежество. Мол, никто на рукавах ничего не вышивал, потому что руку в бою может оторвать. Но это уже такое. Главное, что суть вполне себе ясна, особенно если учесть войну в Афганистане, которая шла в то время. Но! Здесь ещё и прослеживается линия безудержного желания творческой самореализации, что будет кочевать из трека в трек. Высокая в небе звезда – это не обязательно воинская честь. Насколько мне известно, Виктор, мягко говоря, вообще не очень рвался служить. То ли дело музыка. Чтобы люди чувствовали себя больше свободными от обстоятельств. Высокая в небе звезда, которая зовёт меня в путь, и «Закрой за мной дверь, я ухожу». В то время рок-музыкантов хватало, общество было более консервативным, начинающие артисты чуть ли не приравнивались к тунеядцам. То ли дело кочегар, да? Нормальная мужская профессия, семью хоть прокормишь, а если дети кушать захотят, ты чё им песенки свои петь будешь? И прочие нравоучения. Поэтому главный герой задаётся рассуждениями. Я не знаю, правильно ли хочу поступить, поддавшись собственным желаниям и амбициям. И я не знаю точно, кто из нас прав. Но, несмотря на сомнения, он вновь по собственной воле решает покинуть зону комфорта. И стоит отметить, что здесь Виктор воодушевляет таких же мечтателей. Да, может, твои близкие тебя не поддержат, но там, за метафоричным окном, есть единомышленники. Прислушайся там за окном, ты услышишь наш смех. Война. С этим треком примерно такая же история, как и с песней «Перемен», которую наделили оппозиционными настроениями, хотя все причастные к её созданию утверждали, что им хотелось перемен в рамках своей группы, в рамках своих жизней. Я не пишу лозунгов, понимаете, это не... Цитата соло-гитариста коллектива Юрия Каспаряна. Люди, которые на митингах поют эту песню, вызывают у музыкантов шутки и смех, не больше. «Перемен» писалось не для толпы, не для стада. Местоимение «наше», используемое в тексте, относится к очень узкому кругу людей, самых близких, с которыми, возможно, ты сидишь рядом на кухне каждый вечер. Это всё глубоко личное. Он не был единственным, кто говорил подобное. И да, каждый вправе находить в искусстве что-то своё, на то это и искусство. Но не стоит забывать и про первоначальный замысел самого автора. С одной стороны, война. Явление, от которого нельзя зарекаться. Страшная вещь, способная погубить миллионы человеческих жизней. Но данный трек тоже дополняет все предыдущие. Сначала герой говорит о некой мечте, что его ведёт. Затем мы узнаём, что он таки решает отправиться вслед за ней. Там было «Я не знаю, кто из нас прав». Здесь «Покажи мне людей, уверенных в завтрашнем дне». Что-то вроде «Ошибки выжившего». Существует огромное количество легендарных личностей, оказавших колоссальное влияние на всё человечество. Многие из них пробивались не благодаря, а вопреки. Но тех, у кого не получилось, их ещё больше. «Нарисуй мне портреты погибших на этом пути». Гораздо больше. Стив Джобс бросил учёбу. А где гарантия, что ты настолько талантлив, как он? Но вдруг. Поэтому остаётся лишь принять решение. Либо смириться и отказаться, либо рисковать и пробовать. У кого-то ведь должно получиться. Вдруг у меня. Вдруг у тебя. Кто-то должен стать дверью, а кто-то замком, а кто-то ключом. И весь этот путь – это своего рода война за место под солнцем. Конкуренция – жестокая штука. Есть чемпион, есть претендент. Они оба готовы отдать всё. Но мечтам одного из них суждено разрушиться. Где-то есть люди, для которых пиарема верна. Спокойная ночь. Обожаю. Спокойная ночь, помимо всего прочего, её можно трактовать по-разному из-за её абстрактности и иносказательности. В нашей истории это прощание с теми, кто всё-таки решил опустить руки. Есть те, кому здесь ловить нечего. Они готовы отправиться дальше. Но есть и те, кто соскучился по тому самому обеду и яркому свету, что остался за закрытой дверью. И мне не суждено. Ради актёрства я всё бросила. Но прошло шесть лет, и я не хочу этим заниматься. Ночь может являться и неким обстоятельством, а-ля непреодолимый камень преткновения. Как известно, ты можешь мечтать о чём угодно, но иногда у жизни на тебя совершенно иные планы. Город стреляет в ночь дробью огней, но ночь сильней. Вруби хоть все фонари, сопротивляйся до последнего, но ночь есть ночь. Даже если вокруг светло. И мне очень нравится, что Виктор не осуждает, а относится с пониманием. В конце концов, это выбор каждого. Мама, мы все сошли с ума. Референс на группу Slate. Всё, привал окончен. Кто не сдался, тот идёт дальше. В этом треке передаётся просто максимальная решимость главного героя. Помните, как там было про дверь? Кто-то ключом от замка. Здесь им уже вообще похер. Чё, дверь? Вижу цель, не вижу препятствий. Если к дверям не подходят ключи, вышиби двери плечом. Тут даже декодить не надо, лишь обратить внимание. Посмотри мне внутрь, ты увидишь, там всё горит огнём. Вышиби двери плечом. Сжатый кулак. Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки. Это не только песня, но ещё и ответ всем скептикам. И поддержка таких же сумасшедших и больных. Ты должен быть сильным. Ты должен уметь сказать, руки прочь от меня. Ты должен быть сильным. Иначе зачем тебе быть? Умей отстоять своё, если вкратце. И я ещё раз хочу обратить ваше внимание на то, как треки органично продолжают друг друга. И вот ты стоишь на берегу и думаешь плыть или не плыть. А песня «Башетунмай», хоть по мнению многих и выбивается из общей канвы, на самом деле более чем к месту. Ммм, Башетунмай. Я, кстати, обожаю то, как Виктор здесь пытается около рэповать. Жёстко валил на биты в РФ до того, как это стало мейнстримом. Йоу, эмсицой! Свет, газ, телефон, горячая вода. Радио, точка, пол, паркет. Во-первых, опять-таки, продолжение пути. Тот, кто убежал из дома, закрой за мной дверь. У кого-то хороший жизненный план, а у кого-то далёкая в небе звезда. Но самый приколдес – это экивок в сторону лёгких запрещённых веществ. А из наших рук идёт необычный дым. Я перечитал кучу всяких интервью, и мне кажется, что речь именно о них. И это логично. Хоть вокруг Виктора с годами и выстроился образ мудрого старца, чуваку было меньше, чем мне сейчас. Зоживцами они не были. Над шутками ниже пояса тоже угорали. Что это толк для судоволского мужчины. И что он там раз, два, три и всё, до свидания, спасибо. Это очень неприятно. Это Юрий. А жизнь, помимо творчества, из таких бытовых моментов как раз и состоит. До сих пор не понимаю тех, кто выносит тому же Андрею Пирокинезису мозги за употребление такого слова, как «мангальчик». Как это так? Размышляя о философии, у него мангальчик. Как это так? Лозунговые песни, а у него необычный дым из трубы. Прошло столько лет, до людей так и не дошло. Ты можешь сколько угодно думать и размышлять о возвышенном и вечном, но в любом случае, как бы там ни было, ты всегда делаешь это стоя на бренной земле, являясь частью элементарных повседневных вещей. В наших глазах. Крики вперёд. В наших глазах. В наших глазах. Здесь Виктор в очередной раз напоминает нам о сложностях, с которыми ты можешь столкнуться на пути к своей цели. Раскрытие темы столкновения лоб в лоб между ожиданиями и реальностью. Мы ждали лето, пришла зима. И вновь он говорит, продолжай, не сдавайся. В наших глазах крики вперёд. Мы хотели света, не было звезды, но звёздная ночь есть всё в тех же глазах. Понимаете, крики вперёд, звёздная ночь, потерянный рай, ну это же не просто так всё берётся. В наших глазах. Наш день на летня. Ну и всё та же закрытая дверь. Снова она. Потому что иногда обстоятельства тебя ломают, а иногда делают сильнее. Где один видит тупик, другой видит новый путь. Что тебе нужно выбирать? Попробуй спеть вместе со мной. Попробуй спеть вместе со мной. Здесь, пожалуй, не будем надолго задерживаться. Мысли плюс-минус те же. Обращение к единомышленникам, что шагают в туманное завтра, несмотря ни на что. И вот мы делаем шаг на недостроенный мост. С песней прохожей всё гораздо забавнее. Вот она взаправду выбивается. И сам Цоя объяснял это тем, что дописал её исключительно ради хронометража. Так называемая сопля. Это цитата. Эй, прохожий, проходи нас. Показин получил. Эй, прохожий, проходи. Прохожий здесь в роли эдакого случайного свидетеля. Если смотреть на неё так, то даже вписывается. Но мы пойдём дальше. Дальше действовать будем мы. Протест. Если ты довольствуешься малым, окей, это твоё личное дело. Но не говори мне, чтобы я жил так же. Нам уже стали тесны одежды, шитые вами для нас. А всё ради чего? Ради того, чтобы однажды стать легендой. В горле комом теснится крик. Здесь также есть образы из предыдущих песен. Тот же крик, та же ночь. А кто будет петь, если все будут спать? Спать. Спокойная ночь. Кто продолжит свой путь, если сдадутся все? Как смеялось небо, а потом пригусило язык. Живи или не живи, действуй или бездействуй, и мёртвым может быть живой. Но если у тебя получится, когда у тебя получится, тогда ты поймёшь, что миг, которому ты так долго шёл, несмотря ни на что, превратился в вечность. Смерть стоит того, чтобы жить. А любовь стоит того, чтобы ждать. Вся поэзия в ушах слушающего. Не знаю, СПГС ли это или нет, но сходится всё вполне себе естественным образом. Да и не стоит забывать, что как минимум есть базовая концептуальность, ибо практически весь материал написан одним человеком. Одним человеком с одной головой, который думал об одних и тех же вещах. Альбом, повторюсь, стал знаковым для группы. Он не просто стал самым коммерчески успешным, но и сделал их известными за рубежом. А одноимённый хит попал в список сорока песен, изменивших мир. А легендарные строки про жизнь, смерть и любовь украсили собой его могильный камень. Сильнейшая работа, созданная 25-26-летним парнем. И особенно радует посыл, воодушевление, мотивация и прочие жизнеутверждающие и составляющие. Несмотря на то, что он был довольно мрачным в плане своего образа, он всё-таки мыслил более позитивно. Я правда надеюсь, что вам было интересно, потому что люди, к сожалению, зачастую не особо рады видеть какие-то разборы и декодинги, и всё в таком духе, но мне они всё ещё интересны. Не забывайте заглядывать в другие соцсети, ну а на сегодня всё. Всем большое спасибо за просмотр, слушайте хорошую музыку, и пока-пока.